МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Горячая пора. Во уборочную кампанию включились все районы Гомельской области. Подарунок региону до 7 листопада. Вызначены термин открытия руху по новым автомобильным мостям прозраку СОЖу Гомельским районям. Активные долголетия пожилые волонтеры Червоного Крыжа берут под опеку одиноких пенсионеров. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Военная элита у Палаца Незалежностей. У зале узнагороджения высший офицерский состав и выдатники-выпускники военных ВНУ. Сирот запрошенных и представители нашего региона. У приватности воурочистой обстановцы пагоны генерал-майора юстиции отрымал начальник управления следчего комитета по Гомельской области Сергей Паско. Пагоны генерал-майора милиции уручены начальнику управления внутренних справ Гомельского облыва Конкама Александру Васильеву. У одной зале в войсковцы, пограничники, разведчики, правоохоуники и выратовальники. Особливый для Беларуси год 75-ти годзе вызволение от немецко-фашистских захопников назавжды запомняти гэты сучасные оборонцы родимы. Славная традиция великого подвигу герою минулога самый моцный стимул для тых, хто вырашил просвятить свое житё служению Айчыне. Темболь, что выклики сегодняшнего дня постоянно меняются, постоянно з'являются новые рызыки и погрозы. Тому и методы обороны наших интересов заусёды повинны быть на крок напереде. Словы президента стали важным пожаданием для тых, хто сёння узял новую профессийную вершиню. Генеральское звание – высокая планка, якая вядома, предуглеживая и самую высокую отказность. Ушановывание людей в форме по традиции проходит после галонного Державного Свята Краины – Дня Незалежности. Сярод тых, кого сёння запросили на церемонию, есть и непосредные удельники недавнего парада. Я был участником парада, я представлял факультет генерального штаба Военной Академии Республики Беларусь. Всегда было чувство ответственности, какой-то гордости. Сегодня для меня очень важный день, это вообще венец всего моего обучения в Военной Академии. Дальше у меня будут суровые будни вооружённых сил Республики Беларусь, где мы будем дальше совершенствовать свои навыки, знания, умения для защиты нашей Родины, Республики Беларусь. Безусловно, в жизни любого офицера получение очередного воинского звания – это запоминающийся день на всю жизнь. Я до сих пор помню своё первое воинское звание лейтенанта, которое было мне присвоено 29 лет назад. И сегодня это вдвойне приятно, потому что в этом году наши войска отмечают 100-летие образования войск. Ну и, безусловно, придаёт значимостью то, что воинское звание вручено в год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецких фашистских захватчиков. Удельники церемонии представляют розные ведомства, а лева усих этих людей – головная мета – оборона национальных интересов. Керавник державы пожадал генералам с гонором нести на плечах погоны, офицерам же и мкнуться до досягнения таких вершень. Протягиваем выпуск. На Гомельщине почалася массовая уборка зерневых. И хоть часом она припиняется за дожджоу, сельско-господарчие предприемства готовы вывести на палетки при первой же махчимости. Наши корреспонденты ознайомились с оперативной информацией областного комитета по сельской господарце и харчеванне. В уголе на дожжи в господарках не скарзятся. Опадки оказывают становочный вплыв на рост кукурузы. На эту культуру на Гомельщине вельми различуют. Коли летность кукуруза на зерне займала в регионе 60 тысяч гектаров, то селета – больше за 100. Инша справа, что дожжи стремливают уборку зерневых. На сене яны убраны, прикладно, на 5,5% пассионных площадей. Наиболее активно работы ведутся в южной зоне области. Там убираются в основном пшеницы, в первую очередь. Уже около 11% пшеницы убрана. Затем идет рожь, критикали, после этого остальные культуры. Зерно, которое созрело, оно осыпается. Вот в этом большая проблема. Плюс дожди идут с ветрами, с порывистыми ветрами, соответственно, наблюдается полегание площадей зерневых. То тоже нет, отрицательно воздействует на уборку. У агрокомбината «Полгневый» уборку зерневых распочали, але сегодня припынилися. После ночного дожжу весть работу просто немогчима. А тому все комбайны вернулися на мехдвор. Механизаторы такому вымушенному отпочинку не вельми рады. А до бьема у намолоченга напрямую залежить их зарплата. Пробудеть некие ремонтные работы, так само потребы нема. Даже не вау господарцы рыхтоваляся. Техника готова у нас на 100%. Вся отечественного производства. Погода подвела немножко. Но, я думаю, справимся. И для уборочной кампании нам нужно хотя бы где-то недельки-три. Якой будет урожайность зерневых в этом году, поколь не прогнозует никто. Але вероятно, меньшее, чем плановалося. А прожатого протяглая спякота не самым лепшим чином поуплывала на урожайность Гароднины и Бульбы. Был период, коли на некий час ее рост у воголе спынился. Овощи тоже напряженная ситуация, поскольку овощи требуют полива. И большое количество осадков – это хорошо. Но жара и засуха – это негативно. Соответственно, развитие их тоже было приторможено. Как и картофеля, в принципе. Поскольку картофель – это культура, которая любит умеренные температуры. И при температурах больше 25 градусов приостанавливается его развитие. А после, может, к 30 градусам вообще не образуются корнеплоды. Олешна Цюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Рух по новым автомобильным мостам Прозраку-Сожу в Гомельском районе плануется открыть 7 листопада. Массивная конструкция протяглостью 520 метров размещается на автомагистрале М8Е95. Мяжа Российской Федерации, Витебск, Гомель, Мяжа Украины. Новый мост будуется побачь с былым, який отслужил больше, как 30 годов. Нагадаем, у початку минулого года по заключении Белорусского дорожного навыково-доследчего института автопероход Прозраку был признан аварийным. Особные элементы у контрольных зонах оказались пошкодженные коррозией. Одразу по им закрыли рух великогрузов, а позднее – усих видов транспорта. Будовництво нового моста почали в листопаде 2018 года. Праца идет в круглосуточном режиме. При этом будовники отмывались от типовой конструкции с железобетонными элементами, характерной для минулых годов. Новый мост в Гомельском районе целком металличный. Его грузоподимальность и термин службы будут у разы высшейшими. Зараз мостобудовники сбирают металличные конструкции. После этого специалисты приступят до уладкования гидроизоляции. А затем финишная промая. Кладка асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки. Мы сегодня дошли уже до третьей опоры с металлом. Весь металл из 260-90 тонн. На сегодняшний день осталось поставить 84 тонны металла. В принципе, весь металл до конца месяца будет поставлен. Тут у нас задержек не будет. Будет разработан детальный график возведения моста. Так сказать, даже ежедневный. Каждую неделю на объекте проходит расширенное совещание. Типа штабов наших, где рассматриваются все вопросы. 7 ноября мы планируем протоколу президента Республики Беларусь открытие движения по мосту через реку Сош. Это не говорит о том, что мост будет сдан в эксплуатацию в полном объеме. Работы будут продолжаться как по устройству дамб, по укреплению конусов и разборке старого моста. В неделю 14 липня податковая система Беларуси отзначит свое 29-й годе. На передании профессийного свята выники работы в этом году подвялись супрационники областной инспекции. Профессийное свято – добрая постава собраться разом, обмерковать достижения и удокладить планы. До речи, сейчас в Гомельской области в податковых инспекциях працуют около 740 человек, 80% из которых – женщины. Об эффективности работы супрационников можно мерковать по тем факте, что в регионе выполняются все запланованные показчики. В приватности по часу огромного схода ухудшается такая личба. У консолидованный бюджет в области с початку года перелечены 1 миллиард 300 миллионов рублей. Еще одна задача податковой системы – соединение самозанятости насильства. Ухудшим на керунку на Гомельщине так само досягнуты значные поспехи. Благодаря двум нормативным документам – 364 и 337 указам главы государства, которые позволили осуществлять деятельность по разрешительному принципу без регистрации государственной и осуществлять ремесленную деятельность, мы за это полугодие приросли к соответствующему периоду прошлого года на 1948 физических лиц. В принципе, я не знаю в Гомельской области какого-то одного производства, которое было бы создано за последние полгода с такой численностью. Людям предоставлено право на законодательном уровне увеличить свои доходы и иметь, скажем так, место работы. Это очень актуально. Ровный да помогает ровному. У Гомельской области уже три инициативные группы пожилых людей клопотятся про подопечных. Такую макчимость быть активными и запотребованными им пропонует товариство «Червоного крыжа». А в тем, как в регионе реализуется инициатива организации здорового старения, расскажет Ганна Корольчук. Здравствуйте, моя родная. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Гомельчанцы Нине Голубевой 76 годов. Яна живе одна, детей нема, муж давно помер. Остатние родные живут далека. Справляться с хатними клопотами у Апошнича становилось все больше складано. До того ж пожилая женщина серьезно захворела. В этот момент у ее жизни появились анелы. Так яна их называет. Волонтеры инициативной группы «Червоного крыжа». Яны допомагали с лечением, робили компрессы и массажи, рыхтовали ежу. Так посебравали и стали, как семья. Так хорошо, что есть у нас красный крест. И там такие благородные люди в нем работают. Это не девчаты, а прямо можно сказать, как ты ангелы от Бога. Ну, честно, давление померяются. И морально, и как хочешь, они тебя поддерживают. Надо проколоться, и они проколят тебя. Надо что-то прийти, тебе помочь сделать. Они придут почистить и помоют тебе. Вот какие люди у нас. Гэтых активных и позитивных дам о «Червоном крыже» называют «золотой молодзю». Пожилые волонтеры ходят в магазин за продуктами и в аптеку за медикаментами. Готуют ежу, вымирают тиски, вядомыши, размавляют. Яны так само допомагают с выдачей гуманитарной допомоги и доброупорядкованием территории. Возникает вопрос, на вошта. Причин шмат, однако головная, а чуть себе потребными и реализованными. Я люблю жизнь и люблю людей. И люблю делать добро. И мне хочется, особенно пожилым людям, помогать, потому что, когда человек одинокий, он хочет тепла, внимания, любви от кого-то. Если еще, тем более, нет родственников рядышком, это очень тяжело людям. И поэтому я сейчас на пенсии решила заняться благотворительностью такой. Так вот я пришла в Красный Грест и я нисколько не жалею, потому что это благородное дело. И дарить вот такую теплую любовь людям, это, конечно, ну, стоит этого вот ходить и помогать. Ой, лятели гуси с броду, ой, лятели гуси с броду, помутили в рычки воду гуляю я. По кроме клопоту про подопечных, пожилые волонтеры раз в тыдень состракаются разом у клуба по интересах. Вот такой душевной атмосферой иные размовляют, делятся проблемами, опытом, спевают песни, займаются рукоделем. Зараз, на приклад, иные вяжут одень и робят паштовки, какие потом отдадут у социальной установы. Новое направление осваиваем скраббукинг, так называемый, это подделки, это открытки, это какие-то карточки, что можно вот просто кому-то сделать приятное. Также в Мозере наша группа занимается скандинавской ходьбой, тоже очень активно продвигают, очень много и в парках они, и акции устраивают, и присоединяются даже прохожие люди. В опыт створения подобных групп наша областная организация запозичила у швейцарского червоного крыжа. Зараз у Гомеля дзенечают две такие группы – у советским и чехуночным районах, а так само одна группа у Мозеры. У каждой из их коля 10 человек. Яны прошли тренинг по основах догляду на дому и по оказанию первой допомоги. Набор у инициативной группы протягивается. Для этого потребно звернуться в областную организацию червоного крыжа. Ганна Коральчук и Хармарыщенко отель радует компания Гомель. У белорусского металлургического завода з'явился талисман, казочный персонаж Искрык. Его официальная презентация отбудется в рамках Дня открытых дверей 13 лепеня. Разом с яркой мягкой цацкой для маленьких наведленников предприемства заводчане подрихтовали книжку, которая рассказывает про историю изъявления Искрыка и его пригоды на БМЗ. В год 35-ти годы завода для гостей Дня открытых дверей рихтуют насыщенную программу. Запланованы оглядальные экскурсии по предприемстве, выставы специализованной аутотехники и готовой продукции, конкурс водителям, погрузчиков. Адметностью свято станет акция «Веншавань не ваши, подарунки наши». Первые 700 детей, которые подорят заводу свои малюнки або веншавальные паштовки, отримают специальные маршрутные карты для удела у квесте. Пераможцы станут уладальниками Цацки, талисман у завода Искрыка. А кроме того, все уладальники маршрутных карт автоматично станут уделниками акции «Юный директор». День открытых дверей традиционно проводится на БМЗ на передаче Днепрописийного свято Металургау. В минулом году мероприемство наведало около 2000 человек. «Девять белых хризантем» – подороть у завершенні сезона «Гомельский драмтеатр». Премьера новой мелодрамы отбудется 30 и 31 липеня. Спектакль погрузить глядачоу у разважанни об выпадковостях и продвызначенности. Режиссер заслуженный девчим остатства у России Михаил Мамедов добровядомых амельчанам. Заразу его постановцы идут спектакли «Незамужняя жанчина» и «Жанучшее счастье». Сегодня вот время эманации одиночества, обуреваемое многих людей, и в то же время век шума. Мне хочется очень поведать о каких-то камерных историях одиноких людях, которые так или иначе жизнь отодвигают на обочину. Женская судьба нам многое определяет и в семье, и в городе, и в государстве даже. И вот как бы протянуть вести женщинам, что вы не одиноки, вы любимы. ГТ, а так само иншие новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.cvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Мгновенная карма настигла нарушителей из Лельчиц после того, как они совершили разбойное нападение на местный продуктовый магазин. Злоумышленники не прошли и 100 метров, каких задержала милиция. Сотрудники правопорядка случайно проезжали мимо на патрульном автомобиле и, услышав крики продавца, догнали нарушителей. Разбойники пошли на преступление с маской, игрушечным пистолетом и медицинскими перчатками. Один зашел в магазин, другой остался на стреме. Угрожая копией пистолета Макарова, налетчик потребовал от продавца две бутылки водки и две пива. Женщина отдала товар, но как только грабитель вышел из зала, побежала следом и увидела, что по улице как раз едет автомобиль департамента охраны. Она стала активно махать милиционером. Сотрудники подъехали к крыльцу. Женщина сбившего рассказала, что на магазин напали, угрожали оружием, забрали алкоголь и показала в сторону мужчин. Милиционеры стали преследовать на машине неизвестных. Мужчина в шапке, увидев служебный автомобиль, побежал к частному домовладению, перепрыгнул через забор и потерял при этом оружие преступления. Приятель же просто пошел дальше. Милиционер группы задержаний выскочил из машины и бросился к погоню. Преодолев ограду, добежал до беглеца и задержал его. Последний на ходу пытался избавиться от улик, разбросав стороны похищенное. Милиционеры задержали и сообщника беглеца. Он подошел поинтересоваться, что происходит, и также оказался в наручниках. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Похищенное изъято. В Костюковке железнодорожного района Гомеля сотрудники наркоконтроля выявили и ликвидировали более 600 кустов дикорастущей конопли. Дурман трава произрастала на площади в один гектар. При помощи специальной техники ближайшего агропредприятия проведена процедура измельчения наркосодержащего растения и культивирования данного участка местности. Общий вес уничтоженной конопли составил около тонны. Напоминаем, что с 1 июня по 15 сентября на территории Гомельской области проводится специальная программа МАК. С момента ее начала силами сотрудников органов внутренних дел выявлено 294 факта произрастания МАКа и дикорастущей конопли. Общий вес уничтоженных наркосодержащих растений составил более 16 тонн. Сотрудники ГАИ нашли водителя автомобиля Opel Astra, который в Гомеле на пешеходном переходе едва не сбил троих подростков. Видео было снято 2 июля этого года на улице Барыкино и быстро распространилось по социальным сетям. Прямо перед пешеходным переходом водитель универсала начал совершать обгон по правой полосе и едва не сбил велосипедиста и пешеходов, которые находились на земле. В ГАИ рассказали, что нарушитель найден и теперь ему может грозить не только штраф. В отношении водителя начали административный процесс по части 10 статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления сроком до 2 лет, либо без лишения этого права. Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходным переходам водитель должен снизить скорость и пропустить пешеходов, которые начинают движение по пешеходным переходам. Это вся информация на сегодня. Я Александра Гамоля благодарю за внимание. До свидания. 14 и 15 сентября. Соперник гомельчанок определится 16 июля. В этот день пройдет жеребьевка гонбольных Еврокубков. Всего в Кубке ЕГФ выступит 57 женских команд. В Еврокубках Беларусь представит и серебряный призер национального чемпионата. БНТУ БелАЗ выступит в Кубке Вызова. Стартует минчанки с 1-16 финала. Первые поединки состоятся 9 и 10 ноября ответные, 16 и 17. А спорят трофей 27 команд. Мозырская славя перенесла домашние поединки 15 и 16 тура чемпионата Беларуси по футболу Высшей Лиги. Изменение даты проведения матчей связано с выступлением соперников мозырян в квалификации Лиги Европы УЕФА. В 15 туре славя сыграет с футбольным клубом Витебск, в 16 со столичным Динамо. Дата и время проведения этих матчей станут известны позже. Ближайший официальный поединок мозырская дружина проведет 27 июля. В 1-16 финала Кубка Беларуси славя сыграет с представителем 1-й лиги столичным НФК на его поле. Жлобинский «Металлург» продолжает активную подписную кампанию в нынешнее межсезонье. На днях ряды столеваров укрепили три хоккеиста. Соглашение с клубом заключил российский защитник Алексей Швалев. В Жлобин хоккеист переехал из еще одного города «Металлургов» в Новокузнецко. За местный «Металлург», выступающий в ВХЛ, он провел 41 матч и набрал 12 очков. Вливаются в ряды столеваров и братья Михновы Андрей и Алексей. Андрей хорошо знаком с жлобинским болельщиком. Он выступал за «Металлург» с 2012 по 2015 год. Алексей провел два матча в НХЛ в составе «Эдмонтон Уэллерс», а также более полутысячи поединков в КХЛ. Примечательно, что в «Металлурге» впервые братья Михновы сыграют в рядах одной команды. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова